Сегодня православные отмечают Радоницу, поминальный день. Согласно обычаю, в храмах панихиды, а люди идут на кладбище, чтобы почтить память усопших родных и близких. Константин Кравцов убедился, Абаканское кладбище и в этом году убило все рекорды популярности. Чтобы сегодня добраться на крупнейшие кладбища республики, преодолеть необходимо не менее внушительную пробку. Вереница автомобилей растянулась на километры. У самого погоста не менее эпичная картина, словно муравейник. Очередь, очередь и в местный туалет и к продавцам венков. Идет торговля нормально, в основном берут мелочи и большие букеты. Одиночки берут, берут полянки. В общем-то и все. В простонародье и родительский день по церковному Радонице исключительно христианское мероприятие. Вторник после светлой пасхальной недели как бы обязывает людей не печалиться по поводу смерти близких, а наоборот радоваться. Радоваться их второй уже вечной жизни. Согласно традиции, придя на кладбище, нужно зажечь свечу и помолиться. Однако увидеть это сегодня редкость. Люди идут с семьями, набрав продукты. Кто-то выпивает и как-то получилось так, что первостепенная суть Радоницы сегодня несколько изменилась. Не могу ответить на этот вопрос. Что-то такое. Ну, как бы сказать, посетим. Вот мне сейчас уже легче. Я, в общем-то, с детства воспитана атеистом. Ну, как помянуть родных. Мысли о том, что помним. Всегда чтим. Естественно, поминаем, как это принято у нас, у русских. Почтить память усопших люди шли весь день. Традиционно организованы спецмаршруты на автобусах из города. Так или иначе, но заброшенные и неухоженные могилы здесь не редкость. Вот и сегодня кого-то не навестили. Константин Кравцов, Игорь Брюханов. Вести. Хакасия.